Задержали обидчиков Мазурика, машины открывали ножницами и нудист в зимнем парке. Об этих и других событиях города и области. Далее в короткой сводке новостей. Банда, напавшая на руководителя Запорожской местной прокуратуры номер 2 Романа Мазурика, задержана в Днепропетровской области. Во время задержания злоумышленники оказались в сопротивлении с применением огнестрельного оружия. Один из подозреваемых ранее был судим и освобожден по закону Савченко в январе прошлого года. Напомним, 12 ноября 2016 года трое неизвестных в масках, угрожая пистолетом, ворвались в дом к Роману Мазурику, связали его и супругу, после чего похитили деньги и автомобиль. На улице Радиаторной двое неизвестных пытались скрыть ВАЗ, припаркованный возле многоэтажки. Патрульных вызвал местный житель. Во время отработки прилегающей территории полицейские увидели двоих мужчин, которые пытались скрыть автомобиль ДЭО. Те попытались скрыться. Патрульным удалось их задержать. Во время обысков подозреваемых был обнаружен портативный аккумулятор, а также ножницы, с помощью которых они вскрывали машины. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за квартирную кражу. Около пяти утра на улице Интеркультурной возле поворота на улицу Чернышевского в Мелитополе едва не перевернулась фура из Бреста. Грузовик с прицепом развернуло, и улица оказалась перегорожена. Несколько часов водитель авто пытался вывести его наверх. Однако ему это не удалось. С помощью спасателей аварийно-спасательного отряда и лебедки большегруз Рено все-таки одолел подъем на Интеркультурной. И спасатели помогли попавшему в беду. На Каховском водохранилище около села Верхняя Кринейца рыбак сломал ногу. Спасатели оказали ему медицинскую помощь и на санях отвезли машине скорой помощи. Погода располагает. По Запорожью гулял абсолютно голый человек. Мужчину зафиксировали в парке в Шевченковском районе. Видеозапись размещена на хостинге YouTube. Продолжение следует... Продолжение следует...